Музыка Здравствуйте, это канал Максимадзе Сегодня я буду играть в очень популярную игру, которая называется Bones Tales Игра для стареньких кнопочных телефонов, у которых экраны 240 на 320 пикселей Собственно, эта игра выходила на некоторых телефонах Nokia как встроенная Я в нее впервые поиграл на Nokia 500, она там не была встроенная, но она там работала Работала, правда, с тормозами, но я все равно ее прошел Вообще, впервые, моей первой игрой в серии Bones стала игра Bones Touch Которую мы с вами не так давно играли Я ее вам показывал Она стала первой игрой из серии Bones в моей жизни На Nokia 5800 В году 2010 это где-то было Bones Tales я впервые увидел в школе, когда учился, по-моему, во втором классе У одной одноклассницы в телефоне Nokia была такая игра, я увидел, смотрю, блин, персонажи знакомые Шарик красный, этот локация знакомый, этот желтый квадрат гипнотоид тот же Думаю, смотрю, блин, та же игра, такая двухмерная, блин, прикольно Но, к сожалению, мне поиграть никто так и не дал Ни разу, более того, даже посмотреть не давали Как играют другие Так вот меня в школе не любили А самому поиграть мне довелось только в 2021, когда появился Nokia 500 На других всяких телефонах, там на Samsung, Sony Ericsson, эта игра отказывалась запускаться Собственно говоря, теперь я ее покажу вам на канале Эта игрушка реально очень классная И, кстати говоря, привет одному из самых вредных подписчиков, Rustem Он сказал мне, что это игра его детства и он ее тоже очень обожает Давайте начнем новую игру Я играю на эмуляторе K и эмулятор Эмулятор игр под Ява телефоны И, собственно говоря, всего тут 12 уровней А игра сама, по-моему, стала третьей в серии Bones После оригинального Bones и Bones Back 12 основных уровней и 3 бонусных Давайте начинать По сравнению с предыдущими двумя играми В этой игре появился сюжет, правда он тут максимально простой Однажды туманным утром в стране Sky Bin Land что-то было не так Все цвета в стране выглядели поблегчими Bones путешествовал, удивляясь, куда подевались певчие птицы Геймплей также двухмерный, шарик красный Однако теперь мы не по однотипным таким коридорам ходим А по самой что ни на есть настоящей природе Собственно, я как игрок, который играл ранее в Bones Touch Также слышу знакомые музыки, как и в меню, так и на уровне Правда, они здесь, в отличие от Bones Touch, не в MP3 А в полифоническом варианте Так, рычажки есть, механизмы Неожиданно огни и цвета по близости начинают мерцать Это была машина предсказателя, медленно всасывающая в себя цвета лета По мере приближения Bones темное существо отрывало голову от земли Держись подальше от машины, злобно выкрикнул он и метнул стрелу в сторону Bones Я не вижу никакой стрелы Короче, Крот Топо, вроде бы, называется вот этот чудик И в Bones Touch я тоже видел его, он был на первом уровне Правда, он нам спилил только стебель и перегородил дорогу Но мы легко перепрыгнули, это дело Больше он нигде не появлялся А тут он появляется часто Это предсказатели, его глаза вращаются, будто он под гипнозом Подумал Bones В окрестностях земли Skybinland может быть много загипнотизированных друзей Я должен помочь им Так начались новые приключения Bones Да, собственно так зовут нашего красного шарика Bones На каждом уровне есть определенное количество Вот этих вот яиц Больше всего на яйца похоже А в Bones Touch там были не яйца, там какие-то жемчужины уже были круглые Часть 2 плохие друзья Второй уровень, поехали Да, в отличие от Bones Touch тут есть смысл определенный собирать эти яйца Потому что они открывают бонусные уровни Но мы скорее всего только первые два посмотрим Потому что для третьего слишком уж много надо собрать А мне хочется больше игру пройти сюжет По-быстренькому, не напрягаясь Еще одна машина Ну и собственно говоря 2008 года игра Выпуска И Тут оказывается Оказывается это еще и первая игра В истории Bones В которой есть музыка Во время этого Во время уровня Собственно там следующая машина Гипнотоид Гипнотоид Гребаный гипнотоид Сверху Бонус остановился Заметив движение в небе Это улетел злой Злой гипнотоид Да Для меня гипнотоид Уже знакомый по Bones Touch Собственно Мне нужно узнать Я должен схватить его Пока не поздно Подумал Bones Так Всего три локации в этой игре Вернее четыре даже Потому что четвертая на бонусных уровнях Поиск ответов Уровень третий Давайте попрыгнем Там повыше Чтобы подобрать яйца Те Так Эй тихо А блин я упал Но в этой Однако в этой игре Нету Ограниченных жизней Они тут бесконечные Мы просто Телепортируемся К случайному чекпоинту Вернее как к случайному Мы просто не видим В каком месте где чекпоинт Бонус и бонус бэк Чекпоинты были видны А здесь нет Здесь просто мы Докуда-то доходим И появляется чекпоинт Премиальная часть 1 Разблокирована Так Ну будем по порядку Уровень 4 Бампик кракс Так У нас другая музычка Собственно говоря Эта музыка играет На каждом финальном уровне Определенной локации День почти закончится Когда Бонус нашел Старого друга Это был Бампик кракс Добрый Замешленный валун И он куда-то побежал Подожди Бампик Куда ты собрался Закричал Бонус Когда Бампик прыгнул в пруд Так Собираем яйца Там еще 3 штуки было Но я не смог До них допрыгнуть Что-то до этих Тоже не могу Долететь Ну да ладно Что-то там Леха Написал А не сильно Не сильно важно Потом отвечу Поднимайся Большая каменная глыба Что-то там Короче Он говорил Ой Бонус Это ты? Что происходит? Это ты должен мне Сказать Бампик Ты убегаешь И странно себя ведешь Я помню Что видел Глупнотоид Возьми мою форму Чтоб схватить его Пробормотал Бампик Я не успел взять Яйца Но да ладно А давайте теперь Первый бонусный уровень Блин Пропал звук Пропал звук Это значит Что при переходе На какой-то момент Следующая игра Просто зависнет И даже не сохранится Поэтому перезапускаем Эмулятор И игру Нет не в шахту Сначала В премиальных частях Необходимо Как можно быстрее Собрать все объекты Объекты Тут они так называются Но это похоже Реально на яйца Собственно Вот Гаснет Закат у нас Такой вот Собственно На бонусных уровнях И Здесь Первый уровень Ся Реально Пинбол Представляет Доброе утро Здесь выход не нужно найти, здесь надо просто яйца собрать. Все 30. Осталось 3. Да блин, опять не туда упал. Так, окей, в шахту. Здесь мы слышим новую музыку и локация, собственно говоря, новая. Правда, она, тем не менее, сильно похожа на предыдущую, потому что та же зеленая трава и того же цвета фон. Но это действительно пещеры. Так, нажимая на звездочку, мы теперь можем сменить форму шара и разрушать такие вот препятствия. Я когда играл в обычный Боунс на Nokia 1280, один одноклассник, который тоже играл в Боунс, у него тоже Nokia 1280 был, говорил на звездочку там форму шарика можно сменить, может каменным там даже стать. А я нажимаю, но ничего не происходит. Оказывается, он был прав, только речь была о другой игре, о другом Боунсе, о Боунс Тейлз. А у меня не было никакой возможности поиграть в Боунс Тейлз, у меня его не было. Теперь, слава богу, она есть, и я ее сейчас играю перед вами, и мне эта игрушка реально нравится. Каменный шар у нас тяжелый еще. Не может быстро двигаться, и будет тонуть в воде. Здесь у нас уровни на грибке таком заканчиваются. Поднимаемся наверх. На каждом, почти на каждом уровне вот такие вот секреты невидимые еще могут быть. Которые, чтобы найти, надо каждую стенку обшаривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 А эти нас еще подбрасывать могут Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Играет музыка Еще три Один из них где-то тут был, второй А, вон он, там Надо подпрыгнуть туда Так, девятый уровень И третья локация Страшный цирк Мир гипнотоиды, собственно Хотя, какой мир гипнотоиды? Гипнотоид прячется просто где-то здесь Вот эта локация Гораздо прикольнее выглядит, чем Предыдущая, вторая Собственно, вот такой мячик у нас Может на воде двигаться Подобрал я Эту фигу... Яйцо и сдох Блин, надо было Мячом тем стрелять Нет, надо было Вот так Аккуратно Нет, туда все-таки надо Переезжать Тем мячом Блин, опять Перезапускать Что ли Не понял Подождите А Все правильно, все правильно Что-то думал Неужели дальше прошло Тут я сжим Дальше я с яйцами Не буду уже париться Наверное Вряд ли Мне все равно хватит Чтобы разблокировать Следующий уровень Пляжный мячик Еще Высоко прыгает И это реально Необходимо Вот в таких вот Например Местах Ну Не получилось Не получилось О Чекпоинт Получился Здесь Да Собственно В этой игре Три локации Волн Стач Всего лишь одна локация Так Здесь у нас Головоломочка Небольшая Дергаем рычаги Короче И изучаем Каждый Что из них Делает Вот этот рычаг Правую Постоянно дергает Этот Перемещает Центральную И правую Всегда А этот Перемещает Вот эти Теперь Он За Да Открылась Теперь Используем Этот рычаг Чтобы Открылись Эти Головоломочка Такая Но мы ее Решили Так Падающие Шипы Когда все Шипы Упали Появляется Портал И мы Прошли Уровень Охотничьи Цвета А Блин Вот такая Вот дребедень Еще Появилась Охотничьи 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 Перепрыгнули Оттихуй Этот враг Нас очень далеко Отбрасывает Так вот Пляжным мечом Легко долететь Каменный мяч Падает Всегда В этих местах Поэтому его Можно использовать Чтобы упасть вниз И выше Подлететь Здесь Секретка У нас Важная Секретка Которая Собственно Через которую Собственно И надо Проходить Нам А Вниз Стрелочка Вниз Так Ну Прыгаем В портал Почти на месте Предпоследний уровень Собственно Уже портал Мы видим Прям там Сзади Но нам Так просто Не дадут Чтобы это сделать Нам надо Пушку Использовать Так Портал Уезжает От нас Гипнотоид Ой блин Собственно Мы должны были Вон туда Провалиться И вот отсюда Прыгать Здесь Наверх Так Ну и прыгаем Наверх Так Теперь в меню Пропал звук Опять Перезапускаем Игру Что ж ты будешь Девать Финальный заезд Наконец-то Я тебя достал Тяжело дышать Сказал Бомс Когда добрался До гипнотоида И так быстро Мой Красный резиновый Друг Прохил Гипнотоид И все Гипнотические Машины Загрохотали Короче говоря Это финальный уровень Это босс Битва С гипнотоидом Она В этом Финальном уровне Ничего сложного Нет Надо просто Несколько раз Ударить по нему Можно пройти туда до конца Потому что там Будут эти Там же мчужины Еще могут быть Ой Какие же мчужины Яйца Так Ну это я уже Не смогу подобрать Нет Я не могу подобрать Я не могу подобрать «Нет, я был так близко!» – прокричал Групп Нодой. «Так тебе и надо, злобный кубик. Убирайся в свое скучное кубическое место, откуда пришел и никогда не возвращайся!» – сказал Боунс. После спасения земли Боунс был приглашен в Королевский замок, где все создания аплодировали ему, нормальные цвета вернулись и все стало прекрасно. Рассказ завершен. Все части выполнены, вернитесь в игру, собирайте указатели и выигрывайте состязание на время во всех частях. Выиграйте золотую медаль во всех частях для получения специального приза. Итак, 400, но нам еще довольно много надо собрать. Я не хочу этим заморачиваться. А что за финальный приз мы получим? Мы получим... Наш шарик просто станет круче, у него сзади появятся такие звездные частицы, и его прыжки станут точнее и выше. Более управляемый шарик будет. А так, короче говоря, игра получилась реально прикольная, хоть и короткая. Она реально, она реально довольно короткая, я думал она будет подлиннее. Рекорды я уже... Эту игру проходил на эмуляторе, не знаю, тут нынешние рекорды или... Зависит прохождение. Инструкции. Все написаны. Но это еще не все. У этой игры есть наследник, называется Bones Boeing Voyage. И мы с вами пройдем его в следующий раз. Это очень недооцененная игра, и которая реально тот же шедевр, на мой взгляд. Но она выходила только на Engage, поэтому она не была особо доступной для людей. Поэтому она и не получила такой большой популярности. Но тем не менее, игра просто бомба. Я реально ее должен вам показать. На сегодня все. С вас, Сэкос, подписывался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой... Влоговый канал, сподирую ВКонтакте. На всякий случай подписывайтесь на Дзен. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok